Привет, друзья! Охотник на связи. Почти месяц я не выпускал материалов ни на двух ютубных каналах, ни в телеграм-канале. Эта пауза была необходима. Только остановив еженедельную работу по производству роликов и публикаций, я ощутил, насколько это выматывает и забирает много сил. Поэтому отдыхать нужно, друзья. Разгружать себя, свой организм, свое сознание, отвлекаться. Поэтому эта пауза была необходима для того, чтобы новый сезон, нового 2022 года был максимально продуктивным. Тем более, что остановку я делал именно в производстве материалов. Но со своими друзьями, единомышленниками я общался практически ежедневно. И огромное количество новой информации накоплено. Да, пока не могу выпускать смонтированные ролики по техническим причинам. Надеюсь, скоро после технического обслуживания оборудования я снова смогу приступить к производству роликов. Но в таком формате я очень люблю общаться с вами, потому что успеваю сообщить гораздо больше информации. Ну и плюс я придумал интересный выход. Для того, чтобы не сталкиваться с проблемами цензурных ограничений, связанных с этой площадкой, площадкой Ютуба, я буду подготавливать и опубликовывать параллельно с выходом Ютубных роликов специальную папку с файлами на Телеграм-канале Охотник на связи. Поэтому рекомендую вам обязательно, просматривая этот ролик, заходить еще на Телеграм-канал и сразу же там получать подтверждение в виде специальных файлов, фотографий, ссылок. Часть этих материалов, конечно же, будут упоминаться здесь, всплывающими окошками на видеоролике в Ютубе и всеми необходимыми ссылками в описании под роликом. Приступим. Я уже сообщал об этом до Нового года на дни зимнего солнцестояния. Ко мне в гости прилетал Алексей Заяц. Это были очень продуктивные дни. Сразу же, как я его встретил в аэропорту, мы тут же, не доезжая до Минска, аэропорт от Минска находится почти в 40 километрах, поехали к Кургану Славы. К легендарному месту и особому архитектурному сооружению, посвященному объединению двух фронтов во время окружения группировки армии «Центр» в 44-м году. Место примечательное, и мы туда приехали под вечер для того, чтобы сразу же на месте проверить, будут ли какие-то следы системы, хотя частично, даже при спутниковой разведке, они уже обнаруживались. К примеру, несмотря на то, что сам Курган Славы имеет коническую форму, а не типовую для многих проектов системы пирамидальную, он заключен в Пентагон. Он находится в пятиугольнике. Плюс сверху установлено четыре штыка, которые символизируют четыре фронта, которые освобождали территорию Беларуси. Так вот, при проверке на месте мы смогли убедиться, что внутри Пентагона находится 44 каменных пьедестала с установленной подсветкой вокруг Кургана. Их именно 44. Конечно же, мы провели необходимую операцию «Полный шундец», осмотрели прилегающую местность, где обнаружили дополнительные следы. Об этом в телеграм-канале я еще обязательно сделаю дополнительную публикацию. Приезд Алексея ко мне в дни зимнего солнцестояния нами рассчитывался, потому что мы провели еще особое действие, о котором я ни в рамках ютубного канала, ни на телеграме сообщать не буду. Но эти действия приносят, мы уже сейчас видим, определенные плоды. Так что действия были весьма эффективны. А также в телеграм-канале я публиковал еще несколько коротких роликов, заметок по поводу наших путешествий с нашими открытиями. Эти материалы уникальны. На ютубе они не показывались, не транслировались. Поэтому, кому интересно, заходите, подписывайтесь, изучайте прошлые публикации. И начиная с этого момента, теперь параллельно можно будет, просматривая ролик, получать необходимые материалы дополнительные на площадке телеграм-канала. Именно там, как дополнение к тем материалам, которые вышли в крайнем ролике насчет новогодних сюрпризов по Октябрьской площади в городе Минске, я опубликовал очень интересное видео. Публиковать его в ютубе я не буду, потому что там демонстрируется ребенок, и чтобы не было никаких проблем и жалоб. Кстати, для всех контролирующих надзирательных органов и органов, занимающихся цензурой, обращаю внимание, что данный канал является мистическим. Здесь я рассказываю свои личные мысли, соображения, предположения, теории, и весь контент является развлекательным. И по-другому к этому относиться не нужно. Ну, после этих уже, наверное, обязательных слов в каждом видео я продолжаю. Что же было снято в этом видео? И вы сможете его на телеграм-канале просмотреть. Несколько минут я наблюдал, как молодой человек возрастом 10-12 лет закоммутировался прямо на пирамиду нулевой отметки одной очень интересной точкой. Он даже там вращался, перебирая ножками. Как только я попытался эти кадры снять, не обращая на себя внимания, тут же появились родители, которые прекратили этот процесс. Я съемку тоже был вынужден прервать. Но даже этих несколько секунд дали мне понимание еще насчет одной ситуации, которую я наблюдал на железнодорожном вокзале Минска под пирамидой, где находится латунная пластина, на которую иногда приходят люди. Они становятся, поднимают голову, руки вверх и начинают вращательные движения. Теперь я знаю, как они подзаряжают свои биологические скафандры. Находясь внутри человеческих тел. Это подключение осуществляется через нижнюю чакру. В этом возрасте осознанном, в 10-11-12 лет, мальчик на холодный металл, навершая пирамиды, зимой, вот так вот сесть просто бы не смог. Это достаточно болезненно. Ну и плюс холодно. Но молодого человека это абсолютно не останавливало. Поэтому я думаю, на этих кадрах вы видите процесс подзарядки через нижнюю чакру. Вот именно таким образом это происходит. Ну а сейчас к тем темам, которые накопились. И в первую очередь хочу вам рассказать о новых направлениях в поиске нашей группы. Мегалитические комплексы твари не ограничиваются такими комплексами архитектурными, как огромные постройки высотных зданий или пирамид в городах. Мы искали нечто более грандиозное в планетарном масштабе. То, что переплевывают такие комплексы, как пирамиды в Гизе или силовые линии Санкт-Петербурга, Парижа, Минска. То, что действует именно в рамках планеты. И вы знаете, такие комплексы мы обнаружили. Поэтому в ближайшее время познакомлю вас с ними. С одним из них вы уже знакомы. Это скульптурная группа под названием «Равновесие», которая расположена в пяти точках Европы. Я об этом комплексе уже рассказывал, но обязательно вам напомню. Покажу еще раз, расскажу масштабы этого сооружения. Какие точки подключены, почему точка города Волгограда была крайней, последней при возведении этого комплекса. Еще раз обязательно про этот комплекс напомню. Познакомлю вас с новыми, которые насчитывают, если их соизмерять по размеру, это сотни, а иногда тысячи километров протяженности и сотни квадратных километров внутренних площадей. Вот такие комплексы нам удалось обнаружить. Следующая интересная тема, которую тоже только поверхностно мы цепляли, а касаемо именно системных матричных действий не рассматривали вовсе. Звуковые коды. Оказывается, внутри тюремной матрицы существуют еще не только цифровые коды, архитектурные коды, астрономические коды, солнечные, ориентация по звездам, по координатам. Мы это все рассматривали. Но есть еще звуковая активация необходимых энергетических каналов. Вот обязательно об этом тоже в ближайшее время поговорим. Даже не знаю, как обозначить еще одну тему, по которой абсолютно случайно у нас начался накапливаться материал. Но проговорю. Может быть там, где находитесь вы, есть нечто подобное. Отхожие места. Да-да, вы не ослышались. Общественные туалеты и именно вот старого типа, не подключенные к канализационным системам города, а тогда, когда они возводились, ну, как выгребные ямы. Оказывается, их возводили не просто там, где это удобно. Иногда выбирались места, которые просто говорят о том, что это место сила, о том, что это священное место, место с сильными энергиями. Но если там не было возможности оставлять некротические метки, прихоранивать покойников, организовать убийства людей, то действовали иногда вот таким способом организации общественных туалетов. Так что материал уже накоплен. И обязательно в ближайшее время тоже вас с этим познакомлю. Теперь о ролике, который вышел на канале Алексея Зайца. Ссылочка вот появляется в верхнем углу экрана. Ссылка находится внизу. Алексей провел очень интересное расследование. Это цепочка его действий. Это только первый шаг. Дальше он будет открывать новые смыслы, рассказывать вам новые факты. Потому что тема Парижа и вообще французских городов, она практически бесконечна. Мы ей уже уделяли не единожды внимание. И эта тема продолжает и продолжает все раскрываться. Все с новых и новых граней. Со своей стороны хочу сказать, что Алексей делает сверх тяжелую работу. Работу технически сложную. Он прорисовывает каналы и реки по всей планете Земля. Впереди у него очень большой пласт работы, касающийся островов Великобритании. Но что касается той работы, которая сделана на данный момент, это однозначно показывает, что та цивилизация, мега цивилизация, существовавшая до нас. Возможно, мы уже пережили несколько перезагрузок. Но тогда, когда мир был един, тогда, когда у нас были вера и знания, а не религия и украденные знания, и скрытые от нас определенными слоями элиты, которые подчиняются внешнему управлению, мы этого лишены. Так вот, именно тогда, когда мир был един, когда были единые знания, архитектура, комплексы, это все показывает, что раньше мы не были такими сухопытными жителями с точки зрения путешествий, как сейчас. Конечно же, какие-то трассы, дороги были, но основная коммуникация той цивилизации осуществлялась по водным артериям. Это четко видно по результатам работы Алексея Зайца. Эта тема, опять же, еще впереди, но транспортные магистрали наших предшественников – это каналы и реки. Причем каналы искусственные, и их сделано столько в таком количестве, что это показывает мощь той цивилизации, которой мы до сих пор не достигли. В этом ролике Алексей уделяет внимание Парижу, особенно в таком месте, как Площадь Согласия. Особое место. Я хочу только дополнить несколькими фактами со своей стороны. Еще раз напомню, эта тема будет продолжаться. Итак, Площадь Согласия, где установлена египетская стела, которая по первоначальному проекту выполнялась как восьмиугольная площадь. Эту структуру она сохранила до сих пор. И где на этих восьми ключевых точках установлены восемь скульптур, аллегорий французских городов. Я не буду повторять то, что рассказано в ролике у моего друга. Я дополню со своей колокольни, что показалось мне, и на что вы сможете посмотреть еще дополнительно в публикации на телеграм-канале. Вот на что я обратил внимание. Все эти аллегории, все эти восемь скульптур, это женские скульптуры. Да, ни одной мужской там нет. Все эти скульптуры сориентированы точно по карте. То есть, города находятся именно в таких точках, как если бы вы, находясь в центре французской территории, или в Париже, попытались бы выбрать направление движения. То есть, они точно сориентированы по карте. Головы этих барышень. Как мне показалось, они пересажены. Возможно, я ошибаюсь, но такое ощущение возникло. Я публикую фотографию, на которой прямо четко видно, что голова новее всего остального тела скульптуры. У Леши показаны только именно скульптуры этих аллегорий. А вот если отойти чуть дальше, посмотреть на пьедесталы, пьедесталы крайне интересны. Потому что они полые, в них есть дверки и окошки. По официальной версии, еще в 19 веке, в них были такие небольшие квартирки, и под этими скульптурами аллегорий жили люди. Я вообще не представляю, как там можно жить, не имея условий отопления таких домиков, или элементарных санитарных норм соблюдения. Сейчас под ними находится большая подземная парковка. А я, взирая на эти сооружения, которые выдают за квартиры прошлого, вижу в них большую схожесть с кладбищенскими склепами. Кто же там жил? Очень интересно было бы взглянуть, конечно, на внутреннее устройство этих пьедесталов, на которых установлены данные скульптуры. Наш друг, участник нашей группы, Астрогор, выдвинул интересную версию. Он сказал, что ему это напоминает те конструкции чердачных выходов на домах прошлого, да и на современных домах. Они выполняются таким образом. Форма к тому располагает. Если представить, что там под грунтом находится некое сооружение или здание, засыпанное несколькими десятками метров грунта, то вполне можно представить, что эти восемь скульптур являются угловыми точками этого здания с выходом на крышу. Тоже очень интересная, необычная версия. По силовой линии, двигаясь, о которой я уже рассказывал, я Алексею очень много материалов публиковал. Если двигаться именно от Лувра, через пирамиды Лувра, через фонтан, октагон, выходим на эту площадь Согласия. Мы там, знаете, что обнаружили? Ну, совершенно случайно, по карте, глядя, тоже дам скрин, женское лицо. Очень похожее. Когда я спросил у дочери, что ты здесь видишь, она сказала, я вижу женщину в головном уборе, очень напоминающий египетские какие-то головные уборы. Что увидите вы, я не знаю, но этот рисунок на асфальте, если верить календарным датам Google карт, появился не так давно. Два года назад этого изображения там не было. Сейчас оно существует, существует уже более года. Что это, как это, мы пока не знаем, пытаемся разобраться, но тема тоже очень интересная и мистическая. Так вот, потом, пройдя через, соответственно, обелиск египетский, силовая линия выходит на следующую улицу мимо двух конных скульптур. Конные, кони-марли они называются, и они установлены как раз там, где была установлена гильотина во времена французской революции. Именно в этом месте было умершлено только официально более тысячи человек обезглавлено. Представляете, какая мощная некротическая метка? И вот пока пытаюсь разобраться, откуда же это название, кони-марли. Не по имени, фамилии автора, здесь совпадений нет. Определенные звуковые ассоциации, вот это сочетание, кони-марли, они тоже вызывают. Так что поиск мы тоже будем продолжать и в этом направлении. Далее. Системные коды. Конечно же они здесь присутствуют. Я уже рассказывал тоже про эту площадь, говоря, что здесь как бы есть еще два фонтана, которые можно сравнить с розеткой и клеммами плюс-минус. Но если рассматривать именно архитектурные коды, то мы получаем, что высота египетского обелиска на данный момент 23 метра. Вес этого обелиска 230 тонн. Высота двух фонтанов 9 метров. Они делают кодировку 99. Ну и год установки 1836. И снова складывая первых две цифры и две других, мы получаем тот же цифровой код 99. Рассматривая этих восемь женских аллегорий французских городов, на определенные детали я обратил внимание, с Лешей этим поделился. Очень интересное наблюдение у нас получилось. Они все разные, но у трех аллегорий в руках находится кодуцей. Это как символ ключа тайных знаний. Так вот, если взять эти города, а Алексей именно так и сделал, и соединить их, они образуют внутренний, очень правильный, такой равносторонний, как бы треугольник, окруженный пятиугольником остальных городов. Этот фотокадр в ролике у Алексея вы сможете увидеть. Вот так, каким-то интересным образом, тот треугольник, что прорисовал Алексей, был подтвержден именно вот этими скульптурными аллегориями, тем, что именно эти три города в руках держат одинаковые символы. Символ кодуцей. Ну, а теперь перейдем к новостям, друзья. 15 января этого года произошло извержение вулканов Тонго. Как-то это событие было скромно озвучено в новостях, а на самом деле это событие, которого не было более 30 лет по масштабу. Это только утверждают официалы. Сила взрыва измеряется сотнями Хиросим. И климатические последствия, как сказали синоптики, мы ощутим в ближайших два года. Лето в два ближайших два года, они говорят, не будет из-за большого количества пепла и частиц магмы, выброшенных в стратосферу. Ну, а я предлагаю вам взглянуть на эту ситуацию с другой стороны. Дело в том, что из-за большого количества выброшенного пепла и магмы, не только солнечная активность с точки зрения тепла и света будет снижена, но будет нарушена и энергетическая связь между Землей и Солнцем. Да, мы все уже понимаем, что Земля просыпается, наша связь с нашей матерью усиливается и просыпаемся мы. А дальше должна действовать такая логистическая цепочка. Человек, Земля, Земля, Солнце, Солнце, Солнечная система и Галактика, Галактика, Вселенная. Здесь нельзя перескакивать через вот эту цепочку логистическую. Поэтому человеку обязательно для того, чтобы ощущать силу Солнца, конечно же, нужно иметь очень мощную энергетическую связь с Землей. вот эта небесная акварель, если вы обратили внимание, в последние дни почему-то активность заметно снизилась. И я считаю, что понижение этой активности по разрисовыванию нашего небосклона связано как раз с извержением вулкана. Я считаю, что это было действие системы. И вот таким мощным и радикальным способом она пытается нарушить связь Земли и Солнца. Еще несколько событий, которые, конечно, привлекали внимание не только нас, у которых уже другой взгляд на мир, но в принципе все население планеты с трипетом следило за событиями, которые были в Казахстане. Никаких глобальных изменений не произошло, но люди выделили огромное количество психоэмоциональной энергии. Много людей погибло, многие ранены. И вот эта атмосфера непонимания и страха в эти дни, конечно же, царила на этой территории. Но должен вам сказать, что это была только увертюра. Такие же похожие события, возможно, еще в большем ключе, сейчас происходят на территории Украины. это страх. Это гавах, который просто мощными потоками водопада выделяется людьми в опасении начала реального военного конфликта. Ну, а я хочу на это событие взглянуть еще с такой стороны. 25 января, Татьянин день. Именно в этот день в новостях происходит вот что. Нам сообщают о блэк-ауте в трех странах Центральной Европы. Отключение света, из-за этого еще отключение соответственно систем отопления и подачи воды. Миллионы пострадавших людей в трех странах Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Да, последствия были в течение дня устранены, они еще ощущались в течение нескольких суток, но тем не менее. Официальная причина скачок напряжения. А я считаю, друзья, что именно в этот особенный день, для этого вы можете изучить историю, 25 января, Татьянин день, почитать, официальные статьи есть, материалы легко найти, не просто так произошло отключение энергии. Это было открытие портала. Нечто темное, мощное, демоническое снова проникло на нашу планету. У нас есть опыт наблюдения за похожими ситуациями. Могу вспомнить особый всеночный концерт, который длился на день памяти геноцида армян в Цицерной Каберде, когда всю ночь имена живых транслировались на плитах мемориального комплекса, уходя в небо, была открыта портальная система и сюда проникла мощная негативная сила, которая выстрелила, выстрелила очень мощно. Правда, спустя более чем 150 дней это произошла реакция. Это 44-дневный военный конфликт Карабахи. на 44-м градусе. Мы видели нечто подобное в Египте, когда происходил парад мумий и 22 правителя Египта были встречены 23-м, ныне живущим правителям Египта в свои 69 лет. Здесь реакция произошла системой гораздо быстрее. Уже на 6-й день после парада мы узнали о смерти Филиппа, которому было 99 лет и 9 месяцев, и потом наблюдали за процессом похорон его тела и переселения его души. Этот процесс у них получился. Мы пока не знаем конкретно в кого из двух претендентов мальчиков, имеющих тоже в своем длинном имени имя Филипп и крещенных одновременно. Они Кристины устроили синхронно для этих двух малышей. В ком из этих двух физических тел сейчас находится душа Филиппа. Так вот, в 25 января произошло открытие такого портала. В этот же день должен обратить внимание ваш президент, шестой президент Украины Владимир Зеленский отметил свой 44-летний день рождения. Шестой президент и ему сейчас 44 года, исполнившихся 25 января. Мне кажется, что все-таки Украина это такой отвлекающий фактор, который, конечно, мощно собирает энергию психоэмоциональную, страх нагнетает, но выстрелить вот эта сила может в другом месте. У нас несколько временных точек и мест, где это может произойти. Итак, 25 января Татьяне Ндей, на 11 день, это 4 февраля, происходит открытие Олимпийских игр в Китае. Это первая опасная реперная точка. Вторая точка, на которую обратил внимание Алексей, этой темой подробно занимается и в ближайшее время нас с вами со своими исследованиями познакомят, это дата 02-02-20-22-го. Еще обращаю внимание, что цифра 2 здесь многократно прописана, потому что это второй день китайского нового года, который в этом году наступает 1-го числа, а также это второй день 2-го новолуния, с момента наступления нового года. Ну и такая же реперная точка возникает на дату 22-02, потому что полностью совпадает с годом 2022-м. Подтверждение того, что демоническая сила присутствует сейчас в регионе Центральной Азии, для меня стало сообщение о том, что буквально через 2 дня после блэк-аута и отключения света случился достаточно сильный приграничный конфликт между Таджикистаном и Киргизией. Четверка стран замкнулась. Казахстан, Узбекистан, Киргизия и теперь еще и Таджикистан. Военный конфликт вполне может возникнуть и на этой территории. Хотя рядом опять же находится Пакистан Индия очень неспокойное место Афганистан Кстати речь может идти не только о начале войны военного какого-то конфликта или противостояния вполне возможно что может произойти природный катаклизм в этом регионе. Скорее всего судя по его сейсмической активности это может выразиться в сильном землетрясении.